Всем привет из Аверят! Сережа сегодня проспал, зато есть энергия, которой я могу с вами поделиться. Раскладывали доски вчера чуть-чуть. Блин, приходится отвлекаться, дергаться, какие-то дополнительные дела, поездки. Время отнимают и никогда делать не могу. Маша предложила с утра сегодня съездить за опятами. Говорят, у нас где-то опята собирают. Вот, сейчас мы попробуем съездить, посмотрим, есть или нет. Ну и вам постараюсь поснимать, показать. Вот так вот мы пытаемся отдохнуть. Но главное, выспался, это уже огромный плюс. В этом лесу мы как-то ходили, гуляли зимой, это недалеко от нас. Грибы я здесь еще ни разу не собирал. Пойдем летим. Собаку здесь отпускать нежелательно, потому что много народу пошли. Успугаются и все. Горят опят, где-то здесь много растет, а где неизвестно. Неизвестно. Походим, посмотрим, что. Недолго. А они на том, что-то? Да. Не, могут прямо на стволах деревьев, если старые деревья. Деревья. Где? Ну-ка, пойдем посмотрим. Вот тут какой-то гриб. Подожди, литий. А вон, смотри, тут есть так-то грибы. Масленок или маховик, что-то я не знаю. Где? Ну-ка, сорви, покажи. Это ложный опять. Пойдем. Я тут как-то съемку должен вести, литюшка, и тебя держать, и грибы собирать. Давай поспокойнее. Я в таком лесу давно не ходил, грибы не собирал. Сюда иди. Опять тупишь. Вот я что, буду сейчас каждое дерево обходить? Пойдем. Ой, хорошо. Говорят, еще клещи есть. Я очень сильно удивлен, что клещи еще есть. Уже осень. Какие могут быть клещи? Не верно. Даже не знаю. Лес-то какой-то не очень на грибной-то похож. Сейчас посмотрим. Пойдем. Кюша. Сюда иди. Пойдем. Че ты, Гриш? Литий. Ну-ка, покажи сорвение. Нет, не опять. У них такая юбочка нужна быть снизу. Пленочка. Вспаники большие, да, были? Да. Тепло, так хорошо. Осень. Вообще классно. Ну ладно, я буду ходить что-то пытаться грибы собирать. Сейчас собака у меня походу получит. Если что-то будет интересное, вам поснимаю. Мы попали в парк юрского периода. Папортники на Урале. Вот такие тут березки. Шикарные. Так вот, необычно. Необычно. В обычном лесу. Вон, кстати, опята, по-моему. Нет? Вот такие. Тут даже не опята, тут что-то другие. Нет, похоже на опят. Гриб этот, как он называется? Чага или чада, что-то не помню. Пошли. Литий. Литюша, пойдем. Да, красота, да? Какая красотень. Литюша, все, пошли. Грибочкой захотелось? Все, пойдем, моя хорошая. Я вот не помню, рассказывал я или не рассказывал, но вот на Урале очень часто встречаются вот такие карстовые воронки. Так вот, идешь, идешь по лесу, тут бах, такая воронка, земля обвалилась. Ну и поэтому говорят, что у нас не строят метро. потому что карстовые породы обваливаются. Ну не знаю, под Ла-Маншем построили, а у нас не могут. Ну может не рентабельно. Так вот и живем. Было бы, метро было бы круто. Дай, верят. Прям подземная, но наши подсказы. О, вот такие джунгли. Джунгли и зовут. Мы с Летюшкой уже пришли. Нифига не насобирали. Можно, конечно, походить, пособирать, но я что, не показал их? Вот. Ну они так точечно где-то растут, а пята так не собираются, в моем понимании. Рядно, видите, сады и очень много, очень много народу, ходит. Поэтому так нет. Не пойдет. Я знаете, что хотел поговорить? Не поговорите просто так вслух поразмышлять сам с собой. Блин, я вот этими досками уже два дня занимаюсь. Маша, мы что-то перекладываем, перекладываем, никак переложить не можем. Ой, отвлекаюсь, мимо, снимаю. Вот. Тут материалку какой покупали там. затаскивать его надо было. Забор не делается, надо мне еще там две лунки пробурить, я так посмотрел, там расстояние большое, я вам уже рассказывал, да, и под калитку там. Выставлять арматуру, опалубку, опалубку выставлять надо доску, надо понять, сколько у меня какой доски, как грамотно ее использовать, потому что брать любую как попало доску тоже не пойдет. Я вот тоже понял, ну, строители, допустим, работают, почему у них быстрее, допустим, получается, чем у меня, я не говорю про качество, да, потому что, конечно, я буду говорить, что мое качество гораздо лучше, вот, потому что они не парятся, им надо, допустим, саморез, там, к примеру, давай новый, старый, они там не берут, гвоздь, допустим, давай, там новые гвозди, там, такие-то, такие-то, доску тоже увидел, взял сразу, это я хожу, начинаю выбирать, смотреть, что лучше, что хуже, гвозди выпрямить, саморез где-то что-то взять, там, еще какие-то вещи, там, ну, то есть, как бы, я выжимаю максимум из того, что есть, а они не парятся, у них задача, как бы, другая сделать, и пофигу как, вот, я сейчас ходил, прибирался после них, тут гвозди валяются, там, саморезы столько всего насобирал, вот, а им, как бы, это доски, я им сказал все доски почистить, от гвоздей, от скрепок, там, от пены, что думаете, это было сделано, нет, конечно, частично сделано, но не все, но сейчас нужно еще полностью разбирать, смотреть, что, где, как, потому что, если я доски потом буду, к примеру, там, циркуляркой с ними работать, гвоздь попадется, диск хана, диск дорогой, ну, как-то вот так, вот такие моменты, такие моменты, вот Маша пришла, ну, что там у тебя, ууу, почему ты багажник не закроешь, ну, такие моменты, поэтому медленно, а погода хорошая, блин, осень, такая золотая, обскал, осень, нужно успевать, завтра дождик обещает, вроде, что палубку-то залить, даже еще не занимался этим вопросом, вот такие дела, поездки, ой, как громко, вообще, это тебе, я что, КамАЗ, что ли, ужас, поэтому поехали мы домой, заниматься досками, закончим, и будем опалубку, ну, опалубку-неопалубку, даже загадывать не буду, потому что, кто его знает, как оно там, что пойдет, спать, не сегодня не ляжем, точно спать, вот занимаюсь, двойной работой, строителей, делаю косяки, конечно, тем-то другим бы заняться, но эту работу тоже надо делать, чем быстрее я ее сделаю, тем быстрее другими делами займусь, нужно перебрать доски все 50, все эти скобки всякие, гвозди остались, саморезы, хоть я и просил достать, работу этой сделаны крайне некачественно, нужно разложить, рассортировать, потому что мне нужна доска, и мне, конечно, бы хотелось, то есть я могу брать 6-метровую, к примеру, доску, и не париться, но я в то же время могу взять и метровую, и двухметровую, для чего, и куда мне надо, поэтому я должен понимать, где сколько, какой доски у меня есть, поэтому необходимо провести данную работу, хочешь ты этого или не хочешь, но погода пока позволяет, есть возможность поработать на улице, осень, в любой момент, как тучки нагрянув, дождик пойдет, и все, и работать на улице будет невозможно, вот такими делами мы тут занимаемся, медленно, 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 движемся вперед, ты что сегодня делал, м? Чего сегодня делал? Слушалась папа? Папа услышал, я спрошу. Слушал или нет, спрошу. Это что такое? Что это такое? Очередной день прошел, вот так, наверное, посмотрели, сейчас сказали, а что изменилось-то? Да я так же думал, а что изменилось-то? Ничего и не изменилось, как будто бы. Да. А уже середина сентября практически. Ну, на этом наш сюжет подходит к концу. Я пошел ужинать и еще поработать. Всем спасибо за внимание, удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok